Здравствуйте всем! Открываем сегодня дегустариум. Название такое, не знаю, Ванда, ты мне разрешишь или нет. Я назвал без твоего разрешения. Белая и красная любовь Ванды Батнарь. Нормально? Понятно, да. Живенько так, необычно. Да, то есть уже самая романтика заложена в названии. Романтика заключается в том, что сегодня у нас в гостях Ванда Ивановна Батнарь. Это, пожалуй, один из самых легендарных людей нашей отрасли, российского виноделия. И самый главный человек по вину, в Кубань, вину. Я уж в этих должностях всегда путаюсь. И мы сегодня встречаем гостей, ждем гостей. Сегодня мы покажем 9 вин, 9 тихих вин и начнем с игристого. Начнем с игристого. И у нас будет всего общесловно 10 вин. И, как вы уже поняли по названию нашей темы, это будут ристлинги и соперави. Ванда, расскажи, у нас будет первая позиция, без подробностей, да, у нас ристлинг «Высокий берег». А, самое первое? Самое первое, начнем, конечно, с игристого. Потому что это и приветствие нашим гостям, это и задор, это и молодость, это какая-то эмоция, которую мы хотим сразу заразить. Или зарядить, уж не знаю, как получится. И заразим, и зарядим. Да, и это проект с торговой сетью «Градусы», это их СТМ. Но они нам разрешили, я сегодня попросила именно этот продукт показать здесь у тебя, разрешили это использовать, да, не в рамках своих, да, своих торговых площадей. Затем это у нас ристлинг молодой, 23-го года, можно сказать, естественно, без выдержки. Дальше ристлинг тоже достаточно молод, 22-й год урожая, но произведен в контакте с альтернативным дубом. Это наше видение стилистики ристлинга вне бочки. Но без бочки мы не обойдемся, конечно. Следующий, это будет образец, 100% выдержанный в Акации, уже 22-й год. И у наших гостей будет возможность сравнить, да, ристлинг 22-го года с альтернативным дубом и в Акации. И будет еще более интересная позиция. Это ристлинг, который 21-го года, который прошел брожение на альтернативном дубе, а потом был выдержан в бочке из кавказского дуба, бочка была реставрированной, то есть бочка была разобрана на клепку, клепка очищена. А почему? А потому что 9 лет назад в этой бочке выдерживалась Мадера. Но она как вот прапрапрабабушка, да, своего, так скажем, будущего, да, будущих внуков, она очень трепетно отнеслась в данном случае к ристлингу, который попал через 9 лет после того, как там выдерживалась Мадера. И даже вот это изъятие некой точки силы, да, которая пропиталась Мадерой, все равно не помешало добавить вину и силы, и энергии, и органолептических свойств, которые тоже, естественно, были подвластны этому влиянию, что нас очень, конечно же, порадовало. Был первый урожай 2020 года, тоже 850 бутылок, он очень быстро зашелся по ценителям и любителям рисинга, потому что он, при всем при том, что он показывал свои типичные оттенки, свои типичные ноты, он зарядился вот этой энергией бочки, причем сначала... Ты думаешь, Мадера все-таки там оставила свой след, не смотря за шлифовку? А мы все это проверим. Посмотрим, как наши участники клуба, как они к этому отнесутся. Ну и второй, да, мой любимчик, это Саперави. Саперави вообще настолько благодарный сорт для винодела, в плане, вот сколько ты в него вложишь, столько он тебе отдаст, и даже с торицей. Но ты должен знать, как с ним работать, что ему, когда ему нужно помочь, когда ему не нужно мешать, когда его нужно подтолкнуть, когда его нужно хвалить, когда его нужно ругать и так далее. Как любимого дитятка, да, ты понимаешь его и недостатки, и достоинства, но в правильных и крепких, надежных руках дитятка вырастает воспитанным, может быть, со своим характером, это обязательно, но при этом из семьи он далеко не уходит. Поэтому представляем сегодня как раз ипостаси Саперави в разных проявлениях, которые нам как раз и расскажут о том, каким может быть Саперави в умелых, профессиональных руках винодела. И это будет нюд, это нефильтрованное вино, ну, можно сказать, вообще необработанное. Это вино, которое создало себя само. Это вот тот случай, когда ему не мешали делать свое очень честное, грамотное дело, урожай 22-го года, и эффект получился очень удачный. Второй образец, это у нас тоже, если я не ошибаюсь, 22-й год, да. Это специально произведенное вино для линейки, для ресторанов в Екатеринбурге. Оно, в принципе, повторяет судьбу нюда, но с еще более интересной точки зрения. Это был вообще уникальный просто объем, специально выбранный для этой сети. Затем у нас будет выдержанное Саперави, урожай 20-го года, очень удачный год. Здесь оно выдерживалось и во французском, и в американском дубе, и была произведена часть без дуба. И затем перед розливом за 4 месяца оно было собрано в ассамбляж по органолептическим признакам, которые, мы считаем, характеризуют стиль нашего выдержанного Саперави. И будет два образца коллекционного вина, один урожай 2018 года, второй 2015 года. Это будет демонстрация развития этого сорта с течением времени в бутылке, в тишине, в подвале, где она может мудреть, созревать, совершенствоваться, развиваться и ждать с нетерпением, а иногда, может быть, и даже очень спокойно встреча с нашим потребителем, с нашим ценителем. Ванда, спасибо тебе за этот сет. Я думаю, мои участники клуба, они будут просто все, мои дегустаторы, будут все очень польщены таким прекрасным подбором. И я думаю, что тебе будет интересно обратную связь получить от наших ребят. Такие встречи только для этого и проводятся. Да, и я им так и сказал, что Ванда Ивановна вас послушает. Может, что-то еще и благодаря вам что-то новое внесет. И так что вы будете таким образом влиять на производство вина в России практически. Так что эта обратная связь пройдет не зря. Все, ждем ребят, ждем гостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Завершающая кадра дегустариума. Ванда Ивановна, в первую очередь, тебя хочу спросить, понравилось ли тебе в нашем клубе? Да, очень атмосферно, очень эмоционально и очень открыто. Мне очень это импонирует. Ты погрелась возле нас? Ну, как? В лучах славы? Да, не славы, а в лучах нашего тепла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это вот как раз обмен эмоциями, которые иногда не знаешь, ты больше получаешь или тебе больше отдают. Ну, здесь со мной мои гвардейцы, это Шалва Гомессоня, Александр Щукин, одни из завсегдатаев клуба. Чуть-чуть про вино мы расскажем, какие были отзывы. Очень всем, конечно, понравилось игристое вино, удивило своей дружелюбностью, щедростью и прекрасным качеством. И для всех это вино стало открытием, что вот можно набрать такой вкусняшки, такой, и как бы в гости, хочешь в гости, хочешь большое количество гостей принимай. Вот этот рислинг удивил свежестью, такой травяной, минеральностью. Он на самом деле показался самым таким, правильно был выстроен впереди всех, потому что он был, как бы, скажем, таким мягким подведением к теме рислинга вообще. Я просто, если еще все говорить, да, то мы... Да, затянется еще на час, я вижу, что Вада тоже хочет что-то сказать. Вот, но для очень многих стал фаворитом на рислинг вот этот. И рислинг-вокация, ну, сейчас я еще скажу немного, это этот рислинг, о технологии которого Ванда уже говорила, тоже всем понравился. Уже он обозначился как более такой структурный, более мясистый, что ли, рислинг, да, с каким-то таким уже уверенным телом. Конечно, всем понравился после нашего вот этого финального обхода или карусели, когда каждый высказывается про вино. Я всех внимательно слушал, и у многих фаворитом был рислинг, который выдержан в бочках из акации. Вот, и для многих открытием стал вот этот рислинг, который был сделан, как вот Ванда рассказывала, да, и с использованием элементов дуба, кавказского дуба, которым когда-то давным-давно жила Мадера. И, может быть, вот этот модернный след сделал этот рислинг удивительно каким-то брутальным, чуть сладковатым, хотя сахара в нем совсем нет. Он тоже для очень многих стал открытием вечера, и очень многие его выделили, особенно его удивительную гастрономичность. Вот, и, конечно, линейка Саперави, начиная Саперави Ньют, который прямо некоторым очень понравился, как вот именно открытие с точки зрения такого варианта в большом объеме производимого домашнего вина. Вот здесь есть грузин, который все виды Саперави признал и сказал, что это похоже на грузинский, а в его устах это особенный комплимент. Вот, и, конечно, был очень интересный образец, сделанный для Екатеринбурга, и у нас была практически вертикалка по выдержке, из которой, что интересно, наибольшую эмоцию вызвал именно 18-й год, даже не 15-й, хотя 15-й он аристократичен, он сложен. Да, он такой, ну какой-то, в нем есть все, что должно быть в таком выдержанном аристократичном вине, да, но 18-й, может быть, год такой был, или вот эта задорность Саперави еще не сильно спрятана, хотя этот мы декантировали, да, но вот его первый нос меня тоже достаточно сильно удивил, и тоже мне показался более таким каким-то импозантным, каким-то необычным, экстравагантным где-то носом. И вообще вот первым знакомством, первый контакт с этим вином, первый поцелуй с ним, да, то есть он стал для меня очень каким-то открытием. Вот мое мнение, я думаю, друзья меня поддержат, коллеги Шалва и Саша, и Ванда Ивановна, что вы скажете? Я хочу большое спасибо сказать Ванде Ивановну за представление этих вин, как было заявлено в дегустации, две любви, белая любовь и красная любовь, рисклинг саперави. Для меня саперави понятно, это тоже любовь, поскольку я сам оттуда из Грузии, это особое чувство. Но вот как раз то, что мы обсуждали во всех этих винах, сейчас вот, кстати, Юрий очень точно описал характеристики этих вин, да, они разные, но при этом очень интересные. В целом по рисклингам, у меня ощущение, что это все деликатные рисклинги условно в немецком стиле и такие прямо не бензольные, то есть такие не вульгарные рисклинги, а рисклинги интересные. А саперави тоже очень такие, с одной стороны сильные, но при этом очень деликатные, такие имеющие глубину и одновременно проявление вот сортовых особенностей. И фиалка здесь была, и лавровый лист был даже. Вот последний, вот последний, 15-го года, он, конечно, аристократичный, это очень точное слово, потому что там и сила есть, одновременно уже такая легкая усталость, ну, в хорошем смысле, при сохранении силы. И там еще и мудрость, и бальзамик там появляется, и проявляется, чувствуется, и даже подсолнечное масло интересное, теплое. Вот, это, оно прямо, кстати, это, это, это вино, мне кажется, очень долго можно слушать и, и в аромате, и во вкусе. И, кстати, 18-й год, это на самом деле молодость вот 15-го года, то есть это вино будет догонять это вино, то есть оно станет... Я не знаю, мне кажется, что вот именно 18-й год у него будет своя жизнь. Своя жизнь, но... Это какое-то немножко другое вино. По характеру, да. Возможно, это или год, или, в общем, по-другому уже работал винодел, что-то он больше знал, как будто, да, в проект Ульсор. Я не знаю, тайна у Ванды Ивановны. Да, и самое главное, что, несмотря на то, что Кубань вино это очень крупная во всех смыслах организация по объемам, все эти вины, правда, авторские. Авторские в хорошем смысле и личностного характера. Поэтому спасибо, очень было интересно. Саша, ты согласен? Да, я хочу поддержать и... Дайте бы микрофончик, бешу. Я хочу сказать то, что я уже говорил до этого, что благодаря таким энтузиастам, как Ванда Ивановна, российские вина сейчас выходят на первый план в нашей стране. И это абсолютно заслуженно. Это не потому, что, как говорится, на безрыбье рак рыба, да, а именно потому, что эти вина занимают достойное место у любителей вина в целом. Потому что, ну, не так давно еще было какое-то скептическое отношение к российским винам. И благодаря вот таким людям, как вы, это правда, то, что российское вино выходит на очень высокий уровень. Очень высокий уровень. Нам есть чем сравнивать. Мы много дегустируем у Юры на дегустациях. И сегодня я считаю, что и благодаря тому, что вы присутствовали в первую очередь, ну, и благодаря тому, что вы привезли прекрасные образцы своего творчества, а я называю именно творчеством это, потому что это не просто какое-то ремесло, это творчество. Потому что каждый венок, как то, как вы это описывали, действительно заслуживает большого внимания. Поэтому я всем людям рекомендую это пробовать. Обязательно получать удовольствие от того, что российские вина имеют очень высокое качество. Благодаря таким людям, как вы, спасибо вам большое. Спасибо всем. И давайте по традиции, Татьяна, ты возглавишь то крыло. На 3-4 лозунг нашего клуба. Какое у нас нужно? Давайте попробуем. Итак, на 3-4. 3-4. Давайте попробуем. Я хочу еще чуть-чуть дополнить. Вот здесь сегодня присутствовала часть нашей огромной большой семьи. Я очень рада, что эта часть влилась в ваш клуб, в вашу семью, которая тоже понимает, что это уже какое-то сообщество, которое не просто собирается, потому что ему скучно, а потому что ему интересно. Спасибо вам. Спасибо вам. Приезжайте почаще. Спасибо.